привет покажу сегодня все свои зиди пишки и отвечу на вопрос зачем столько вот у меня уже есть открытые вот это вот решить джокер найвс убран горбик носик и и скруглены заполированы обух и вообще она так немножко под полированная так наверное с них мы и начнем у меня их несколько штук вот то есть то же самое ток со спусками от обуха это все сюда повторение мать учения то же самое чем они отличаются ну здесь например так клипс стоит тут например клипса так стоит то есть когда хочется в руке пожамкать посмотреть ну типа как вот она все лежит ну потому знаете как то есть все выбор сделан там все ты ходишь вот ну например вот с этой да я как бы хожу постоянно но бывает чуть сидишь сидишь дыша вот как будет если вот так клипсу поставить то есть но и не надо ничего представлять взял в руки пощупал все обратно взял свою так есть у меня еще вот такая вот на полном серии тари тоже с решейпом клинка вот клиночки все видите однотипные одинаковые человек делал их под себя прежний владелец я у него их забрал все скупом вот так же есть две дылики 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 куда положим дылики давайте вот сюда первая и вторая заметьте то же самое с клипсой то есть сразу два варианта какие хочешь чтобы периодически не переставлять чтобы вспомнить ощущение просто взял одну за вторую вот на всех этих ножах нарезаны дульки для удобства заточки вот ну я так ножи не точу мне без разницы как бы в общем то говорят что это удобней тут у нас что тут у нас обычная старенькая зиди пи 189 здесь тоже самое они две одинаковые но разные по годам поедем теперь по стоку это сканди спуске стоковом состоянии ничего вообще не делано с ножом просто вот он вот такой вот есть так тут у нас то же самое с комбинированной заточкой вот этот нож я можно сказать не больше чем остальные ну много носил на кармане не он что-то как-то прям нравится вот при всей его непрактичности с точки зрения заточки остается у нас 4 это том крейн регринт вот я им пользовался только на кухне ну это так попробовать для меня он в жизни тонковат как-то боязно пользоваться все таки что-то иногда приходится там знаете палку какой строгануть серьезней там вот кстати мне на эту тему делика не нравится да то есть вроде это полноценный сбалансированный хороший нож но например если вам нужно строгануть настоящую палку нормальную полноразмерную палку да то мало его мало то есть его и в руке мало и клинка мало если прутик конечно да карандашик там какой-то до упаковки сыр там все да ну вот просто обычную полноразмерную палку застрогать в кошек например им конечно уже не очень удобно и конечно понимаю что умные люди мне скажут зачем вообще колышек строгать складным ножом и нужно с собой в лес брать фиксированный нож я с этим соглашусь ну вот бывает что вот так вот надо сделать здесь у нас сканди тут комбинированная заточка тоже за дипиха положим ее вот сюда на и есть еще вот такая сериторная полный серий тар его можно подружить рядом с вот этим серий тарами кстати давайте сейчас покажу разницу в кончиках сейчас минуту одной рукой записываю другой рукой раскладываю очень удобно вот такие вот кончики разные ну и заодно покажу разницу кончиков на плейне тогда тоже вот так это выглядит есть у меня еще такая это вот сюда и вот такая новая на клейне это вот сюда так теперь к вопросу чем так много продав свою коллекцию по сталям мне нужно было купить столько же или даже больше единиц тоже интересующих меня ножей вот поэтому их здесь ровно то количество которое я себе ну смог позволить так скажем продав предыдущую свою коллекцию то есть я ушел от стали полностью перешел полностью в сталь зиди пи вот здесь их собрано сколько у нас получается раз два три 4 5 шесть 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 до ножей если я правильно посчитал они все встали зиди пи сто восемьдесят девять они все между собой немножко разненькие да то есть с какими-то гриндами решей памятом и так далее вот то что у меня за дублирована между собой ну вот например две одинаковые это просто из-за того что они обе редкие то есть вот их просто сейчас днем с огнем не найти если вы захотите купить вот такой нож у вас ничего не получится скажем так вот поэтому просто они есть у меня есть то есть ну как бы жрать не просят пусть лежат вот такие вот красавцы красавицы делики тоже прям хороши конечно вот для города как тут для лето для шорт там ну блин классный нож палкин конечно не построгаешь как я уже говорил но колбаску там туда-сюда закусочку какую-то класс вообще такой экспромт получился как всегда снимать я не планировал и тут вот раз тебе взял и снял то есть ну да вот вот так она всегда получается то есть никакой тематики в этом видео выдержано не было идеи никакой не было ничего там особо рассказать я не планировал просто вот покажу и надеюсь объяснил почему так много да ну опять же эндур много не бывает тем более на сиди пи тем более на сканди спусках то есть их много не бывает это то чего уже не производится это уже никогда не повторится скорее всего если спайдерка опять не начнет это делать и как бы есть смысл это иметь это иметь просто чтобы она была ну жрать не просит да то есть черный лежат они лежат вот в общем то это ликвидно все если надо будет я смогу это продать если понадобится да там из пожрать захочу на еду деньги надо будет вот я принципе поем вот всем спасибо за просмотр лайк пальчик вверх и желательно конечно репост то есть отправьте это своему другу нажимаем на какого-нибудь все ребят всем пока сейчас это как быстренько пробегусь еще этот этот идут 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 вот серий тара конечно блин самая харизма вот самая харизма те литер все удачи